Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна, я приветствую вас! И вот впервые, впервые за все то время, пока мы с вами говорим о Барикаримовиче Алибасове, о его состоянии, мы волнуемся, мы все желаем ему скорейшего выздоровления. Но вот впервые, впервые, все это время раньше говорили, что крот виноват, поковка крота виновата, они так написали, не так она выглядит, похоже на йогурт, так сказать, никто ничего не мог сделать, все. Я постоянно подчеркивал, что я не верю в то, что крот сам мог появиться, я делал детальный анализ, когда, значит, Барри Алибасов привык, что около раковины что-то питьевое, и здесь на студии что-то появилось тоже питьевое, именно в этом же месте, кто был, какие отпечатки взять, это все можете посмотреть, у меня на канале есть, все детальные разборы. Так вот, самое интересное, что теперь Барри Алибасов вышел из искусственной медикаментозной комы, он ведется как пятилетний ребенок, но это естественно и нормально для человека, который пробыл в коме, он, в общем-то говоря, должен восстанавливаться, и вполне вероятно, к нему сознание и осознание такое, оно должно и может, может и должно вернуться. Мы будем надеяться на это и, так сказать, всячески желать ему этого. Но впервые, впервые, так как понимая, видимо, что он может что-то и потом вспомнить, рассказать, близкие Алибасова впервые-то, они заявили, допускают, что продюсера отравили намеренно. Впервые вообще за все время вот этого, значит, этого трагического случая, как Барри Каримович выпил крота, впервые, когда он уже пришел в себя, близкие начали говорить потихоньку о том, что его могли отравить намеренно. Так вот, слушайте, пиар-директор, и пиар-директор, кстати, Горожанкин, который говорил о том, что все там, никакого следа не может быть, он выпил самостоятельно, сын, если вы помните, да, первый был в рядах того, кто заявил, что выпил ненамеренно, выпил просто так, перепутал с соком. Помните, да, все эти новости, что это было первой полосой везде, выпил ненамеренно, да? Значит, так вот, пиар-директор и сын продюсера, именно тот сын, который сначала ненамеренно выпил, случайно выпил, не исключают возможность намеренного отравления артиста. Также они хотят доказать вину производителя средства для прочистки труб в отравлении. Это противоречащие друг другу вещи. Если его кто-то специально отравил, да, и они хотят, так сказать, не исключают эту возможность, тогда вины, значит, производителя точно там нет. Поэтому либо они докажут вину, что это производитель виноват, это случайность, либо его кто-то намеренно отравил, тогда в производителе вины нет. Барри Алибасов-младший предположил, что кто-то умышленно мог отравить его отца. Уже напрямую громкие такие слова говорят, потому что он пришел в себя, понимаете? Он сейчас в любой момент утром проснется, вспомнит что-то и возьмет и расскажет, что было. Барри Алибасов-младший предположил, что кто-то умышленно мог отравить его отца. И вот что он говорит. У нас на студии, на студии, постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов на студию. И надо, чтобы отец эту версию снял сам. Отметил сын продюсера, его слова приводят арти, раз что дай. То есть, постоянно проходной двор. То есть, сын прямо заявляет, что на студии люди приходят, уходят. А Алибасов в это время, он там был один на студии. Кто туда приходил, кто уходил, никто не знает, не ведет счет этим людям, понимаете? То есть, спокойно можно было прийти, поставить крота, сделать все, что угодно, понимаете? И он и говорит, он должен проверить эту версию сам, понимаете? То есть, самое главное, что когда сейчас он вышел из комы медикаментозной, он может что-то рассказать и начинает потихоньку говорить о каком-то криминальном следе все-таки, да? Горожанкин, в свою очередь, указывает на то, что кто-то мог переставить жидкость для очистки труб к рот на стол. Кто-то мог все-таки. Заговорили. Когда Барри Алибасов придет в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера, заявил председатель артиста. Значит, что я вам хочу сказать. Мы об этом с вами говорим уже, наверное, неделю, как все это случилось. Почему? Потому что ни я, ни здравомыслящие люди, которые смотрят мой канал, не верим в то, что этого крота можно выпить случайно или просто отхлебнуть там ненамеренно как-то, да? И после моего детального разбора, когда этой всей ситуации, что там могло происходить, могу добавить, что еще раз говорю, проходной двор, кто угодно заходи, кто угодно выходи. Вечер, темнота, Барри Алибасов один, крот на столе. И теперь вдруг заговорили, что будет рассматриваться версия криминального характера. А если бы он не пришел в себя? Допустим, если бы, не дай бог, случилось так, что его бы не стало. Тогда бы все говорили, выпил ненамеренно. А почему все засуетились, когда он пришел в себя? А потому что они знают, значит, что то, что не знаем мы. Понимаете, в чем дело? И теперь они понимают, что, в принципе, общество может что-то узнать. От него, от Барри Каримовича, от самого. Поэтому и нужно говорить теперь о немножечко другой ситуации. Вот понимаете, когда человек меняет свои показания полностью, он, например, дает показания о том, что мой отец выпил ненамеренно, да, сын говорит. И все новости, это все новостные каналы пострадают. Выпил ненамеренно, выпил случайно. Да, выпил случайно. А когда отец приходит в себя иском и вдруг говорит, возможно, криминальный след. Это наводит на определенного рода мысли. Также представитель говорит, значит, Барри Алибас, выпил ненамеренно. А если придет в себя, будем рассматривать криминальную версию. Почему? Потому что он был один и только он может подтвердить, что с ним случилось. А следствие вообще где, я не понимаю. Вообще следствие, оно ведется или нет? Как понять, он выйдет из кома, он что, значит, заменяет нас теперь, там, следователей всех Барри Алибасов, сам будет доказывать, что с ним случилось, рассказывать или что. Вообще место происшествия исследовали или нет, еще раз спрашиваю. Это бутылку крота, делали дактилоскопическую экспертизу этой бутылки крота. Что там, чьи там отпечатки пальцев на этой бутылке. Вообще что-либо делалось. И насколько я понимаю, я слышал, что его супруга Федосеева Шукшина, они отказались от проведения, значит, каких-либо расследований, от возбуждения уголовного дела, потому что они убедили и сказали, что это все случайность, чистая случайность, и в этом ничего нет. И он выпил бытовую такую вещь. Ну, нашей полиции, конечно, не хочется добавлять себе работы, это понятно. Но, тем не менее, если они говорят такие вещи сейчас, что будет рассматриваться криминальный след, в случае чего. Но мне кажется, здесь нужно пройти расследование уже давно. Потому что, чем дольше вы ждете с каждым днем, тем, так скажем, вероятность этого расследования, значит, она все меньше и меньше успешного разрешения. Почему? Потому что улики уничтожаются, люди уезжают, понимаете? Делают новые какие-то версии, общаются друг с другом. То есть, это все нужно исключить, сразу исключить. Поэтому мне довольно странно все это. Я не знаю, ребят, пишите свои комментарии. Вот эти вот перемены настроения, перемены точек зрения у родственников, они меня, например, настораживают очень сильно. Меня настораживают, что нет следствия никакого. Отказались от следствия, что это бытовой. Сейчас криминальный характер. Не знаю. Вот то, что выкладывают фото. Я, например, выложил фотку, потому что я обрадовался просто, что он в себе, и он улыбается действительно так искренне. Оказалось, что у него действительно на фоне интоксикации просто мозг пятилетнего ребенка пока, и он поэтому так все это делает, не узнает, смеется, хлопает в ладоши. Это, ну, понятно, поведение такое. Но, значит, то, что сын снимает там на видео, как его, я вот выложил первое видео из больницы. Вы знаете, я не очень тоже с этим согласен, потому что, ну, если отец в таком состоянии, ты его точно не будешь на видео с ним. Понятно, что это медийная личность, и, наверное, может быть, сын просто хотел, ну, так скажем, для людей снять, вот, которые пишут, заботятся и беспокоятся, снять, что вот отец, вот, так сказать, какую-то информацию дать, хоть минимальную, понимаете? То есть, может быть, этим было и обусловлено. Но еще раз говорю, для меня все это, конечно, очень странно. Я не слышал заявления жены, я не видел жену в больнице. Почему нет фотографии жены с ним? Почему есть фотографии сына? Ну, не знаю, вот, все это как-то очень странно. Пишите свои комменты, ребят. Всем пока, до встречи, подписывайтесь на канал.